Я всех приветствую. Тема сегодняшнего видео очищение кожи. Для начала убираем волосы от лица, чтобы не испачкать их. Я предпочитаю полотенце. И берем жидкость для снятия макияжа глаз. Я не использую мицеллярную воду, много писала об этом. Беру большие ватные диски и очень-очень аккуратно, тщательно, не растягивая кожу, снимаю макияж с глаз. Мне очень нравится жидкость для снятия макияжа от фирмы Eminence. После того, как мы убедились, что полностью сняли макияж с глаз, ватные диски остаются чистыми, мы приступаем к следующему этапу. Это гидрофильное масло. Сейчас мною самое обожаемое масло от бренда Tata Harper. Очень люблю масло от бренда Votery. Также часто использую бренд African Botanics и, безусловно, бренд Pi, который идеально подходит даже для самой чувствительной кожи. Зимой я очень люблю масло от Organic Pharmacy, а летом два раза в неделю я использую гель от фирмы Evolve. Итак, наносим гидрофильное масло обязательно на руки, потому что таким образом мы защищаем руки от воды. И после того, как мы нанесли его на руки, полностью, полностью покрываем лицо маслом. Делаем массаж лица, вот такой лимфодренажный. Для тех, кто не знаком с техникой массажа, обязательно посмотрите мое видео. Я об этом много раз говорила. Когда вы вечером умываетесь делать вот такой легкий массаж, очень полезный для нашей кожи. Если у вас есть пара лишних минут, к массажу можно добавить вот такой роллер. У меня есть отдельный видеоролик, который я посвятила различным гаджетам для лица. Поэтому, если у вас есть минутка, обязательно посмотрите. Если у меня есть время, как я уже говорила, это делать не обязательно, но желательно делаю массаж либо вот таким роллером, либо гуаша. Теперь мы берем маленькое полотенце, смачиваем очень горячей водой и тщательно-тщательно смываем полностью остатки масла. Мы должны убедиться, что полотенце абсолютно чистое. И следующий этап мы берем гидролат. Я, например, очень люблю гидролат розы. Мой любимый гидролат от фирмы Leila. Наносим его на лицо. Это очень важный этап. Пожалуйста, не пропускайте, потому что вода, которая у нас тщет из-под крана, может быть очень жесткая. Может вызывать высыпание, воспаление на коже. Поэтому очень важно наносить эту розовую воду на нашу кожу. Прежде чем приступить к увлажнению кожи. Та-дам! Наша кожа чистая и готова к следующему этапу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok